Привет! Хочу немного дать комментариев по поводу предыдущих роликов, вышедших на моем канале. Это ролик по идеальному инспектору, ролик с инспектором Староженко. Это инспектор Староженко, который работает на стационарном посту ГАИ в Новомосковске, что в Днепропетровской области, который не так давно меня остановил за знак «Стоп». В комментариях возникло очень много вопросов, почему данный полицейский, имея фото-видео фиксацию, не смог, отказался составить постановление на меня, что это за сирена такая орала, вообще, что это за знаки «Стоп», которые наводнили стационарные посты. Давайте об этом остановимся подробно. Значит, знаки «Стоп-контроля», появившиеся у нас на стационарных постах около двух лет назад, в связи с событиями, произошедшими на Украине, происходящими по сей день, значит, их начали ставить якобы для улучшения безопасности граждан в стране, что, проезжая данные блокпосты, полиция контролировала лучшие перемещения граждан, перевозимые грузы и т.д. и т.п. То есть, ну, как бы, все это обосновалось благой целью, наставили кучу этих знаков, вывели на дорогу самооборону, у нас были многочисленные ролики по этой самообороне, по этим людям, которые непонятно, зачем там находились и непонятно, чем там занимались. Со временем история самообороны ушла на нет, ее убрали, убрали шипы, убрали БТР, убрали нацгвардию, которая наводняла эти блокпосты. Значит, остались обычные стационарные посты ГАИ, которые раньше были, вот, но знаки стоп никуда не делись. Значит, эти знаки стоп оставили как прерогативу сотрудникам полиции, якобы для, не знаю, сдерживания, улучшения ситуации дорожной. Я не знаю, для чего, у меня логического обоснования нет. Зачем нам сегодня в Украине нужны знаки стоп возле социальных постов, где, по сути, находятся обычные кассиры. Кассиры, которые абсолютно никак не влияют на дорожное движение, а просто обелечивают фуры и создают препятствия на дороге, для того, чтобы искусственно человека обвинить в нарушении права дорожного движения и сбить деньги. Значит, после сюжета со Староженко я получил письма от водителей, которые сталкивались с этим инспектором, которые его очень хорошо знают, которые неоднократно видели его на дороге и неоднократно были жертвами его схем. Люди писали мне о том, что Староженко систематически и его напарники, не только он, вы не подумайте, что он самый плохой на этом посту или самый хороший. В принципе, весь новомосковский пост, он состоит из таких людей. Что же касается знака «Стоп» на этом посту, данный знак «Стоп» на этом посту стоит абсолютно незаконно. И инспектора полиции, который дежурит на этом посту и руководитель этого поста, прекрасно знает о том, что этот знак там стоять не должен. Активисты города Днепропетровска подавали запрос управления полицией о том, для каких целей стоит знак «Стоп» на новомосковском посту. Так и не смогли получить ни одного ответа. Именно поэтому инспектор Староженко и его напарник не выписали на меня постановление, потому что они прекрасно знают, что в процессе разбирательства всплывет это досадное недоразумение и придется объяснять, что же там делает знак «Стоп-контроль» и кто дал прав ему его поставить. То есть им придется это объяснить. Поэтому постановление не было выписано. Водители все вынуждены оттормаживаться возле этого поста. Я думаю, те, кто ездят возле этого поста, прекрасно знают, насколько уже разбитая дорога там возле этого поста, что затормозить там просто нереально. Дорогу превратили просто в мясо. Что представляет собой стационарный пост ГАИ Новомосковска, вы можете увидеть на моем видео. Первая комната представляет собой рабочее место от сотрудников полиции, где стоят компьютеры, система рубеж, где они могут видеть через застекление, что происходит на участке дороги. Также на данном посту есть вторая комната, дверь в которую за спинами у инспекторов. Это так называемая комната расчета. Значит, по свидетельствам водителей, которые бывали в этой комнате, туда заводится водитель, будь то водитель большегруза, либо водитель, которого остановили за то или иное нарушение. И в этой комнате происходит процесс договоренности и расчета. То есть туда заводится клиент, там принимаются денежки, а подальше от глаз, чтобы никакой активист не забежал, чтобы никто случайно через окно не увидел. Происходит расчет, и водитель со спокойной душой продолжает движение дальше. Я хотел вам другу пожать. Спасибо большое. Очень вас смотрю, рад вас видеть. Спасибо большое. Как места джентглами? Давай, давай. А что вы разводили новомосковские, блядь? В смысле, блядь? Что вы людей разводите? Поворачивай, поворачивай. На себя поверни, блядь. Людей что разводите? Грузовик только что останавливался за свет. Нарушение есть за это? Какое за свет? Грузовик вы только что жака останавливали. Что случилось вообще? Причина, да, вот ваше обращение к нам. Причина какая? Объясните. Без ближнего света фар, в дневное время суток, двигаться. Это нарушение? У вас основывали только что? Это нарушение? Я вам прямой вопрос задаю. Прямой вопрос задаю, нарушение или нет? Я не хочу со мной в час. А что ты стоишь здесь, если не хочешь общаться с людьми? Не сиди в машине. Что ты стоишь здесь? Вот так разверни телефон, картинка лучше будет. А что вы вообще здесь стоите? Вам запрещено патрулировать все. Что? Я не тебе вопрос задаю. Не пейте, да, да. Кому культуру? Кому уважение? К тебе уважение? К тебе уважение? Да, ко мне. Ко мне, да. Я вас не уважаю. Я вас тоже. Вы мусорня голимая, понятно? Твари, блядь. Друзья, прошу, конечно, от вас содействия в этом плане. Все, кто проезжает этот пост, все, кто бывает там, пожалуйста, не жалейте своего времени. Останавливайтесь, интересуйтесь, почему там стоит знак стоп, почему дорога возле этого знака стоп разбита настолько, что там скоро не то что пройти, не то что проехать, там пройти нельзя будет. Спрашивайте, интересуйтесь, пишите в книгах у них обязательно. Конечно, то, что у них есть на посту, назвать книгой жалоб очень трудно, потому что это просто бумажки для туалета. Я не знаю, куда смотрит руководство, почему оно не организовывает нормальный хотя бы документооборот внутри этого поста, я не знаю. Также вопросы к Днепропетровскому руководству. До каких пор ваши подчиненные будут таким образом работать на этом посту? Когда этот пост уже снесут, он не несет никакой абсолютно нагрузки на данном участке дороги, кроме того, что он систематически обелечивает фуры. Задумайтесь об этом, вы дождете, что люди действительно приедут и этот пост просто спалят. Я думаю, что стоит задуматься уже наконец-то о работе данных сотрудников в Новомосковске и пора прекратить этот беспредел. Смотрите на то, как работает сотрудник Староженко, в каких видео он фигурировал, какой высокой моральной ответственности и профессионализма этот человек. Оценивайте, друзья, пишите комментарии. Будет очень интересно получить от вас видео, в которых фигурировал тот или иной инспектор, который заслуживает внимания общественности. Присылайте ваши ролики, будем обязательно смотреть, комментировать. Друзья, до новых встреч. Привет! Субтитры сделал DimaTorzok